В эфире итоговая программа «Местное время». О главных событиях недели поговорим в этом выпуске новостей. С вами Данил Недзельский. Здравствуйте. Обладательница Олимпийской бронзы Екатерина Букина приехала в Ангарск. Именитую спортсменку встречали наставники, родные, друзья и, конечно же, наша съемочная группа. Бронзовую Катю встречают в аэропорту с самодельными плакатами, цветами и воздушными шарами. Мы все с нетерпением ее ждем. Очень ею гордимся, очень волнуемся, очень любим. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Екатерина настраивалась на золото. Однако в полуфинале уступила своей сопернице. Но в поединке за бронзовую награду Букина довела дело до победного финала. Медаль Катя вешает на шею маме и не может сдержать слез. Позже она скажет, что очень скучает по родным и хочет побыстрее оказаться дома. Давно дома не была. Я родителей больше года не видела. Поэтому я маме обещала золото. Немножко не получилось. Она как пример, в первую очередь, для детей, для Федерации борьбы, для девочек, которые сегодня занимаются, у которых есть хорошие перспективы. Встреча продолжается и днем. В здании окружной администрации. Бронзовым призерам Олимпийских игр мэр уручает сертификат на 200 тысяч рублей и сувениры с юбилейной символикой города. Спортсменка растрогана. Я очень рада, что весь город за меня болел. И когда мама говорила, что в 6 утра, в 7 утра все звонят, поздравляют, это, конечно, было мне очень приятно, что город знает, город мной гордится. В Ангарске Катя проведет целый месяц. Хочет отдохнуть от олимпийского ажиотажа, провести время с родными, сводить племянницу в цирковую студию. Говорит, что даже не ожидала, что у нее будут брать автограф и делать совместные фото. А еще в честь приезда Букина и в небо запустили целую вереницу бронзовых шаров. После ангарчанка посетила родную для нее школу победа, где встретилась с юными спортсменами. Елена Милю, Дмитрий Новопашин. Местное время. Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Приангария прогнозируют специалисты Роспотребнадзора. На пресс-конференции в областном центре эпидемиологии сообщили о подготовке к осенне-зимнему сезону. Лечебные учреждения и аптечные сети запасаются лекарствами и защитными средствами. С началом учебного года врачи фиксируют небольшой рост заболеваемости и уже опасаются быстрого распространения инфекции. По информации вирусологов, в этом году штаммы гриппа сохраняли активность до самого июня. У нас, как всегда, циркулируют штаммы вируса гриппа не только H1N1, который относится к группе А, но также есть еще такой штамм H3N2. Он тоже циркулировал совместно с бывшим пандемическим штаммом и тоже вызывал заболеваемость гриппом. И затем у нас на смену вот этим штаммам пришел вирус гриппа В. Эффективным методом борьбы с эпидемией вирусологи по-прежнему считают своевременную вакцинацию. По данным медиков, за минувшую зиму из всего числа привитых пациентов грипп был диагностирован только у троих. Они переболели в легкой форме. В Иркутскую область поступила первая партия вакцины от гриппа. 170 тысяч доз для взрослого населения и 100 900 доз для детей. 15% от этого объема уже использовано. Как проходит вакцинация в Ангарске, кто участвует в ней охотно, а кто не очень и почему – узнаем из сюжета далее. Прививочная кампания против гриппа стартовала 5 сентября. Продолжится она до 15 октября. Для взрослого населения в этом году применяется отечественная вакцина «Савигрипп». Препарат, проверенный, по словам медиков, хорошо переносится. Однако и у него есть противопоказания. Противопоказанием для проведения прививок против гриппа именно этой вакцины «Савигрипп» являются хронические заболевания в стане обострения, острые заболевания с температурой 37 и выше. И абсолютным противопоказанием для вакцинации против гриппа является наличие аллергии к куриному белку. Первыми прививки ставят людям, напрямую контактирующим с больными ОРВИ. Это медики, учителя, работники социальных учреждений и общественного транспорта. Остальное население прививают по желанию. Многие с опаской относятся к иммунизации. Ну, раньше на той работе ставила, а сейчас пока… Ну, а гриппа не хочу. Почему не хотите? Ну, не знаю, у меня как-то после той прививки маленько было тяжелое состояние, поэтому я что-то отказалась от этого. Однако, по признанию женщины, своих детей она прививает, ведь опасен не столько грипп, как его осложнение. В этом году детям до 6 лет ставят грипп ОУПлюс, а для школьников и студентов, вероятно, будет применяться новый препарат Ультрикс. В прошлом году ей прививались взрослые, она для детей начинает с 6 лет и для взрослых. Это новая современная вакцина, которая, как ее позиционируют в аннотациях и производители, что она более совершенна и более стойкая, более напряженный иммунитет на нее вырабатывается. Переносится хорошо вакцина, по прошлому году мы смотрели. Взрослым и детям младшего возраста прививки ставят в поликлинике по месту жительства, школьникам и студентам – по месту учебы. В этом году призывникам и больным хроническими заболеваниями одновременно с вакциной от гриппа ставят препарат от пневмококковой инфекции. Поставить прививку можно в любой будний день с 8 утра до 14.30. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Диспетчерская служба станции скорой помощи открылась после ремонта. В обновленном помещении вызовы могут принимать одновременно три специалиста. Здесь же разместили рабочее место старшего врача, чтобы он мог оперативно консультировать пациентов по телефону. Модернизировали и программное обеспечение диспетчерского пункта. Новая система, в принципе, она все автоматизировала. Автоматический вызов сразу автоматически записывается в электронный журнал. Сразу производится запись непосредственно разговора с диспетчером, с пациентом. В общем, все у нас компьютеризировано. В принципе, и доезд до 20 минут у нас очень вырос. Мы сейчас все срочно вызованы. Где-то у нас процент до 96, а так Минздрав предлагает до 98. Однако по-прежнему одной из главных проблем сферы здравоохранения является дефицит кадров. Помогите увидеть мир. Маленькой ангарчанке Софье Байдалиной срочно нужны средства на лечение Петербургской клиники. Операция запланирована на конец октября, а денег у семьи нет. Маленькая Соня на руках у мамы ни минуты не сидит спокойно. После двух операций в клинике Олега Дискаленко в течение болезни наметилась положительная динамика. Деньги на лечение слепой малышки с диагнозом ретинопатия в феврале этого года собирали всем миром. Надежды мамы на то, что ее ребенок когда-нибудь сможет увидеть этот мир, оправдались. Мы начали видеть солнце. На такой свет не было реакции вообще, даже на фонарик. На солнце начали жмуриться. И после второй операции все лучше и лучше пошли улучшения. То есть мы уже видим фонарик, она уже следит за ним. Уже такой свет, зрачок расширяется, сам сужается, как у нормального человека. Однако сегодня девочке вновь требуется помощь врачей. 24 октября Соню с мамой ждут в клинике Олега Дискаленко для проведения планового обследования и повторных операций. Через месяц после операции Анна заметила, что один глазик стал меньше по размеру. Но в итоге глаз перестал расти один, который был лучшим глазом. Он остановился. Наши окулисы, к сожалению, не могут посмотреть. УЗИ нам отказались тоже делать во всех клиниках частных даже. И только у него смотреться и все. Здесь нет специалистов, которые бы посмотрели именно сетчатку. Сосуды могут посмотреть, но не больше этого. Само лечение врачи снова проведут бесплатно. А вот билеты, проживание и препараты обойдутся почти в 200 тысяч рублей. 70 Анна смогла найти сама. Помочь собрать оставшиеся средства на лечение Сонечки могут все неравнодушные ангарчане. Номер счета и телефон мамы девочки вы сейчас видите на своих экранах. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время. Юниорская хоккейная лига пришла в Ангарск. Первые матчи состоялись на большой арене стадиона «Ермак». В турнире принимают участие шесть команд из Сибири и Дальнего Востока. В первый же день местной команде пришлось скрестить клюшки с одним из фаворитов турнира – командой «Сибирь» из Новосибирска. Подробности в материале далее. Команду молодежной хоккейной лиги «Ангарский Ермак» распустили еще в прошлом году. Причины тому разные – переход игроков в высшую лигу страны или другие клубы. Помимо всего прочего, содержание команды требовало немалых затрат из окружной казны. Но взращивать молодое поколение на смену нынешним игрокам ВХЛ все-таки нужно. Поэтому в нынешнем году в «Ермаке» сколотили новую команду. Только на этот раз в статусе «ЮХЛ». Так скажем, конечно, поработали хорошо. Два месяца очень хорошо, плодотворно. Три пятерочки боевых. Ребята с настроем выходили на тренировки, работали. Кое-чему, может, подучились. Это все лед покажет у нас. Ну и думаю, что на льду все увидим, как прошла предсезонка. В первенстве России «ЮХЛ», «Сибирь», «Дальний Восток» принимают участие шесть команд. Это лидеры прошлого сезона «Хабаровский Амур», «Сибирь» и «ЦЗВС» из Новосибирска, «Читинский Манул», «Павладарский Иртыш» из Казахстана и «Ангарский Ермак». Первая пара предсезонного турнира, очки за который уже идут в общий зачет, «ЦЗВС» и «Амур». Сибиряки уступили гостям из Приморья с разгромным счетом 13-2. Далее на лед вышли «Павладарцы» и «Читинцы». Воспитанники спортшколы «Красные крылья» команда «Манул» отдали победу «Иртышу» со счетом 4-1. Третья схватка – «Ермак-Сибирь». Команда «Сибирь» традиционно сильная команда. Я знаю еще команду «Сибирь» в детском возрасте они играли. Это постоянно призеры наших российских соревнований. Я лет четырех уже занимаюсь хоккеем и все это время в Сибири. Хорошая дружная команда, хорошую подготовку к сезону прошли. Я думаю, у нас все получится доказать. Ангарский «Ермак» так же, как и новосибирский ЦЗВС, соперников из других команд видят впервые. Поэтому играть без того в новом коллективе ребятам пока сложно. Причем и тем и другим новичкам в лиге достались самые сильные соперники. Опыт и слаженность сделали свое дело. И в своем первом ледовом побоище нового сезона Сибирь уверенно победила оранжевую дружину со счетом 3-1. Однако у ангарчан впереди еще четыре поединка. Торжественное закрытие турнира состоится в воскресенье 18 сентября в половине седьмого вечера. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время. Таковы были главные события минувшей недели. Что принесет нам новое, узнаем по местному времени. А я желаю вам приятного отдыха и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok